Я две цели преследую. Во-первых, хочу рассказать некоторые общеизвестные вещи совсем, которые, в общем, если вы не знаете, то послушайте, пожалуйста, потому что это действительно, в общем, такое любезное существо. С другой стороны, хочу рассказать про то, как вот совсем недавно результаты, все-таки стали очень классические, удалось в прямом смысле улучшить себя вообще и все такое. Мы будем говорить про задачу об обкрытии множеств. Как она формулируется? Формулировка у нее вообще очень простая. Есть некоторое множество е, называется носителем. У него он элемент. И есть некоторое семейство подмножеств носителя. Как он там, е-красивый носителем. Какие-то подмножества. Плюс к тому, для каждого подмножества из е, красивого, задана некоторая стоимость с. Неоприцательная, скажем. Что нам нужно? Нам нужно выбрать некоторое подмножество из этого семейства, с обновлением двух условий. Что мы ищем? Мы ищем некоторое... Ну, давайте так будем обозначать. z. Подмножество е, красивого. С двумя свойствами. Значит, первое свойство, что выбранные подмножества должны покрывать полностью весь носитель. Объединение всех подмножеств, которые мы взяли, дают весь носитель. Первое. А второе. Стоимость, ну и вес, суммарный, его подмножность должен быть подмноженно меньше. Вот это. Собственно, есть взвешенная, вторая стремостная задача о вершинном потрате. Где она применяется? Ну, много где она применяется. Некоторые вот знают, как она применяется в контексте построения хаблейлов, так называемых. Я про это ничего говорить не буду, потому что... Думаю, такая специфическая тема. Ну, в общем, поверьте, что при менее такой задачи массы и многие задачи комбинаторной оптимизации формулируются вот именно в термах поиска наименьшего, там, по версию или, в простом случае, по количеству подсемейства, которые все покрывают. Ну, естественно, предполагается, что объединение всех множеств из Е действительно носитель покрыв состояния, потому что, если это не так, то допустимых решений вовсе нет. Эта задача трудная, в том смысле, что точно решить ее, скорее всего, не получится. Подходящий ее вариант является равно трудной. Ну, какие тут надо слова важные сказать? Ну, например, такие, что... Вот это семейство множества, которое мы изучаем, оно вообще, наверное, может быть очень большим. Например, экспоненциально большим по размеру. Поэтому, когда речь идет об эффективном алгоритме, предполагается, что этому алгоритму семейство разрешенных множеств явно не сообщается. Потому что, если бы это было так, то вход был слишком большой, ну, и полиномиальность тогда нужно принимать это как-то очень аккуратно. Скажем, полиномиальным по входу это не очень хорошая вещь. Поэтому считается, там, каждый раз, надо уточнять, но, тем не менее, считается, что семейство подается на вход алгоритму, который решает задачу, в виде некоторого оракула, то есть в виде некоторой процедуры, которая, там, ну, например, может в самом привитивном случае по подможеству проверить, есть ли оно в Е большом или нет. Этого, как правило, недостаточно, оракулы нужны более сложные, но неважно. Так или иначе, подможество задано не явным перечислением, семейство задано не явным перечислением элементов, а более сложным образом. Так вот, точно решить нельзя, задача потрудная. Ну, как вас в этом убедить? Ну, я могу нарисовать некоторый простой вариант, который, известно, что он потруден. Перед этим вот что скажу. Есть варианты, то есть специальные ограничения, которые здесь сводятся, которые делают задачу такие разрешенные за предварительное время. Вот, пожалуй, ну, такой не менее очевидный из возможных, такой пример. Пусть все множества в Е имеют размер не больше, чем 2. То есть подможество у нас из одного и двух элементов. Тогда эта задача в действительности, изученная задача в рамках теории графа изучается, а именно, если считать, что у нас носитель — это вершины графа, то тогда подмножество это будут нули борьбу, либо вершины. Можно, например, считать, что все размеры в точности 2. Таким образом, у нас есть граф, и что он требует сурвентировать? Понятно. Понятно. Что за... Что вы хотите знаете? Достойный делик. Максимальная... Максимальная свежая просочетательность? Минимальная? Нет. Нет. А, нет, нет, нет. То, что мы еще на самом деле называется... Реберное покрытие. Это реберное покрытие. Это множество реберок, открывающих сережки. Как это реберное покрытие минимального веса? Вот, задача находить такое покрытие, как ни странно, она решается запалено. Она не очень простая, она по сложности прям какая же, как не двудольная, вообще говоря, взвешенное просочетание. Те же самые техники работают и так. Ну, так или иначе, это делается запалено, но стоит нам разрешить размер 3 и выше, задача сильно усложняется. В этом случае вместо графа принято говорить о гиперграфе, в которой есть вершины, а есть такие вот называемые гиперлебра. Гиперлебро — это... Ну, ребро, но у него не два конца, а, возможно, больше. Вот. И можно говорить о реберном покрытии, гиперреберном покрытии, гиперграфе. Вот, в гиперграфе задача трудна. И вообще нас интересует скорее приближённый аборитм, который ищет какое-то решение, у которого стоимость не превосходит логарифмом помножить на оптиму, на оптимальную стоимость. Значит, откуда берётся этот логарифм? Почему надо искать решения такого вида? Ну, во-первых, есть некоторые глубокие результаты, там, в связи с сложностями и комментированной оптимизацией, говорящие, что лучше, чем логарифмом, скорее всего, не получится. С другой стороны, есть алгоритмы, которые дают, собственно говоря, вот такую погрешность логарифмическую. То есть, в общем, логарифмическая погрешность в терминах стоимость, это то, о чем стоит стремиться. И я, пожалуй, начну с того, что расскажу общеизвестный, наверное, жадный алгоритм, который эту алгоритмическую погрешность в терминах стоимость. Посниженная цена в этом прямо доказана, что ли? Да, много что доказано. Но не в общем случае, часто. Нет, почему в общем? Даже в общем случае. Да. Да, с обхава приблизить дальше ничего не получится. Так, ну хорошо. Ну хорошо. Вот давайте изучим, как же, собственно говоря, находить лог приближения. Важно даже не то, как. Как находить, это очень просто объяснить. Важно понять, почему лог будет лог приближения. Потому что в дальнейшем нам понадобятся более сильные утверждения. И понадобится понимание того, как вот этот лог достигается. Где там есть какая-то степень свободы. И вообще какие идеи за этим всем лежат. Ну, а сам он дающий лог приближающий простой. Устроен следующим образом. Вот это вот весь носитель, который нам нужно покрыть. Мы будем покрыть его постепенно. Выбирали подмножество за подмножеством. На каждом шаге действовать будем в каком-то смысле жадно. Что значит жадно, я сейчас объясню. Так вот. Вначале мы выберем какое-то первое подмножество. Потом значит еще какое-то подмножество. Потом еще. Ну и, например, скажем, что следующим шагом все похоже. Ну, картинка тут рисована так не очень аккуратно, но... Вот это первое подмножество, которое мы взяли. Следующее подмножество, которое мы возьмем, оно покроет какие-то из элементов, которые ранее не были покрыты. Но, конечно, возможно, что оно заденет некоторые из элементов, которые уже были покрыты. Ну и так далее и тому подобное. Так что каждый новый шаг сопровождается покрытием некоторых новых элементов, но при этом мы еще раз покрываем некоторые старые, потому что никуда не денешься. Важно объяснить, как же происходит выбор подмножества на очередном шаге. Подмножество выбирается жадным образом. То есть мы ищем S среди всех возможных, для которых минимальна некоторая целевая функция. Целевая функция очень важна, она называется средней стоимостью. Что такое средняя стоимость? Ну, обозначать будем так. C с крышкой и цинный саму. И, кстати, объясню, что это значит. Предположим, что какие-то подмножества уже взяты, и то, что покрыто в текущий момент, это обозначается и недалеко. То есть это та часть носителя, которая уже покрыта. Тогда что такое средняя стоимость подмножества? Это вот что такое. Стоимость подмножества поделить на то, сколько элементов мы еще покрыли. То есть это S минус S. Вот. Значит, такая конструкция. Предлагается на каждом шаге брать такое S, что это выражение с кримическими. Конечно, здесь нужно перечислять те S, которые хоть что-нибудь еще дополнительно покрывают. Потому что иначе у нас есть 0 напоминателя. Ну, и тогда автоматически выражение становится бесконечным, и минимум оно вертилизации. Еще что стоит сказать? Ну, например, что если E, оно очень большое, скажем, потенциально большое, то искать такое подмножество — это, в общем, отдельная задача. Но мы предполагаем, что у нас есть оракул, который по заданным X находит очередное S, доставляющее минимум. Вот здесь. В некоторых раз, да. Правда, что задача не потрудна, даже если E маленькая? Понимаю, или я правильно? Epsilon? Ну, множество E. Ну, думаю, да. То есть то, что E, ну, ты имеешь в виду, что при этом подможество все явно зонулировано, что ли? Ну, например, да. Нет, нет. Это не помогает. Даже если гиперограф очень маленький, то все равно эти... Проблема там... Так, слишком много регулярных уже, даже когда сам гиперограф маленький. Скажем, для 3 регулярных гиперограф она тоже уже потрудна. Так. Ну, еще можно сказать, что в некоторых приложениях поиск этого минимума — это тоже трудная задача. Но тогда оказывается, что этот минимум тоже можно сказать приближен, скажем, с точностью 2. И это даст нам еще одну погрешность дополнительную во всем алгоритме. Иногда этого хватает. Бывает так, что искать точно можно решение до каждого шага, но это слишком дорого. Просто... Ну... Принемиально, но слишком дорого, и тогда все равно используем приближенный алгоритм даже на каждом отдельном шаге. Так. Ну, давайте докажем, что будет плохо приближение. Вот. Вот. Самое тонкое. Доказательство устроено следующим образом. Рассмотрим на сиденье. И пронумеруем его элементы в некотором специальном уровне. В первом приближении можно сказать так. Пронумеруем элементы в том порядке, в котором мы их покрываем. Тут есть небольшая тонкость, что когда выбирается подможество новое, то закрывает оно не один элемент, а сразу много. И относительный порядок между вновь покрытыми элементами, он непонятно как определится. Так вот, определим его любым образом. Нам лишь важно, что все элементы разбиваются, так сказать, на группы. Причем вот эта группа — это фактически первое взятое нами подмножество. Вторая группа — это элементы, дополнительно покрытые в Таллинг подмножеством. То есть тут картинка вот такая. Это элементы, покрытые третьим, это элементы, покрытые четвертым. Теперь давайте для элементов введем понятие стоимости. Это значит P. P от E. Для каждого элемента его стоимость объявлен равной средней стоимости того S относительно соответствующего X. Того S, который этот элемент накрывал. То есть каждый элемент накрыт, а время этот накрыт сам первое множество. Для этого элемента в качестве его стоимости возьмем среднюю стоимость, соответственно пустого множества все еще, взятого нами S. Ну и так далее и тому подобное. Такие стоимости. Дальше я выскаживаю при утверждении. Нужно поверить, что если мы его докажем, то тогда все сойдется. Можно даже одно утверждение, а два. Пусть элементы формулированы от первого до одного. Два утверждения. Первое утверждение. Сумма стоимости всех элементов угадает в чему равна. Понятно? Она равна стоимости того решения, которое мы построим. Почему так? Потому что Z состоит из подмножеств. Каждая подмножество покрывает свою группу элементов. Ну а дальше видно, что в группе все цены одинаковые. Все стоимости элементов одинаковые. И когда мы общую цену в группе умножим на количество элементов в группе, мы как раз получим стоимость множества, которое мы брали. Ну вот так подобно. Это первое, очевидное. Второе, гораздо менее очевидное, но тем не менее тоже верное. Оказывается, что не вес, кстати, а стоимость этого элемента не больше. Я ничего не решу, а оно объясню. Более-менее у этого со множества есть простой смысл. Можно и у знаменателя. Узнательный смысл такой. Сколько еще непокрытых элементов начинает сыгрывать дальше? И сколько элементов начинает сыгрывать дальше? В частности, для первого элемента здесь стоит просто единица. Не единица одна иная. В конце стоит коэффициент 1. Понятно ли, почему объединяя свойство один и два мы получаем от требования? Ну, потому что герметрическое... 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 Гермоническое, да, простите. Герметрический ряд. Герметрический ряд. Не герметрический, а гармонический. Герметрический ряд имеет частичные суммы, которые растут как алгоритм. Вы, кстати говоря, натуральный и... В этой оценке у большое это некоторое преувеличение. Мы точно знаем, какая у нас там республикативная постоянная. То есть республикативная постоянная, она соответствует основанию натуральных сигарет. Ну что, осталось сказать свойство 2. Вот самая тонкая вещь. И рассуждение вот примерно того типа, что я сейчас проделаю, нам понадобится и дальше. Поэтому, видимо, важно его понять. Окей, давайте посмотрим на какой-нибудь элемент яиды. Вначале я скажу следующее, что это неравенство достаточно доказать только до первого элемента в каждой группе. Ну, почему так? Потому что в группе стоимости одинаковые, а вот эта штука, чем дальше, тем она больше становится. Поэтому для первого элемента это условие самое жесткое. Отлично. Вопросы неравны про эти стоимости, что они, не знаю, там, не возрастают? Нет. Не бывает? Нет. Ну, то есть, я говорю с потолка-то и так далее, но, скорее всего, нет. Не очевидно, почему это могло бы так быть. Отдельные подзадачи на каждом шаге, они, конечно, связаны между собой, но чтобы там что-то бывало или разрастало, вовсе не ясно. Итак, фиксируем какую-нибудь группу, и вот рассмотрим первый элемент людей. Значит, а хочется сказать следующее. Давайте рассуждать по противному. Предположим, что стоимость этого элемента больше, чем, ну, что же тут написано. Тогда хочется сказать, что мы неправильно сделали шаг. Что значит неправильно сделали шаг? Ну, покрывая этот элемент, мы перебирали всевозможные s, и для этих s считали их средней стоимостью. Так вот, хочется сказать, что s мы взяли явно неправильно. В основании чего? А вот на основании чего? Вспомним, что у нас есть, ну, как бы оптимальная стоимость, но она достигается на некотором покрытии. Давайте его обозначим за толком. Это покрытие, вообще говоря, это какой-то комплект подмножеств. Хочется сказать вот чего. Что даже вот здесь вот уже есть s, который лучше, чем тот, который мы взяли. Вот почему-то окажется, что если это неравенство выглядит вот таким образом, то мы явно ошиблись с s, а в подтверждение того мы продемонстрируем элемент лизотопта, у которого средний вес относительно этого xi меньше. Кстати, понятно ли, что pe – это средний вес того мяса, который мы взяли для этого, чтобы не подкрыть? Это просто по определению стылостей. Можно вопрос был верный, что pei – это все? Чего еще раз? Мой? Да, да. Но это верно же. Еще раз, что кажется, что нет. Ну смотри, у тебя когда новое множество прирёжа, оно только было хуже, а теперь у нас меняется, там только меньше. Хуже, оно же там стоимость как-то меняется, там меняется мощность. Цена от нас не меняется? Ну то есть то, что у нас в числителе было, меняется или нет? Нет. Нет, ну окей, да, в случае статических весов, да, действительно, правильно, ну, действительно. Если оно число меняется, то знание только уменьшается, но не видишься пока-нибудь, поэтому… Так, действительно. Похоже, изменяется и как-то. Согласен. Ну, просто готовьтесь к тому, что по ходу дела веса более сложно будет меняться, и… Значит, так просто там нет делаться. Но это все будет потом. Итак, предположим, что справедливо такое нерадость. Предположим. Теперь рассмотрим оптимальное решение. Для того, чтобы немедленно не получить противоречия, нам придется сказать следующее. Что для любого s из оптимального решения его средняя стоимость какая? Больше равна… Совершенно правильно. Больше либо равна 1 на n минус i, то есть 1 на n. Значит. Почему так? Потому что если бы это было неверно, то в z-допте был бы s, у которого средняя стоимость была бы меньше… Чем эта штука? Странно, что мы ее не взяли. Странно, что мы ее не взяли. Странно, что мы ее не взяли. Действительно. Давайте приборство скажем, что… Ну, вообще говоря, в z-допте есть те s, которые относительно уже выбранной части ничего нового не покрывают. И для них про среднюю стоимость говорить не приходится. Там взглядели 0 получается. Давайте посмотрим на те s, которые хоть что-нибудь покрывают. Тогда… По крайней мере понятно, что написано слева. А теперь я то, что написано слева, перепишу. Значит, как я это перебежу? Ну, как? Я думаю, что это c от s поделить на s минус x больше, чем 1 на n минус i плюс 1. Поможет нам? По определению, я написал, что такое средний вес. Теперь я хочу вот эту штуку перенести направо и сложить полученное неравенство по всем s из оптимального решения, для которых этот знаменатель был не нулевой. Сумма по всем таким s этих c от s больше… Ну, тут надо смотреть, что будет больше. Тут не будет…